Здравствуйте! Это очередной выпуск программы «Гость в студии» на канале НТМ. Я ее ведущий Сергей Чернавин. 9 марта этого года Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации отметила свой юбилей. 15 лет эта организация выполняет в нашей стране очень важную функцию – сохранение и развитие конкуренции. Мы пригласили в нашу студию заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовии Татьяну Николаевну Тютянину. Добрый день! Здравствуйте! Татьяна Николаевна, очень рада приветствовать вас здесь в нашей студии. И, конечно, главный вопрос – как вы оцениваете вот этот 15-летний итог деятельности вашей организации? Каковы достижения? Ну, а, может быть, какие-то недостатки, о которых тоже имеет смысл говорить? Прошу вас. На самом деле история антимонопольного регулирования у нас началась еще в 1990 году. Именно в этот год был создан Государственный комитет по антимонопольной политике. И чуть позже, а именно 15 лет назад, была создана специальная федеральная служба. Соответственно, в данное время были приняты важнейшие нормативно-правовые акты по защите конкуренции в сфере экономики Российской Федерации. В 2004-2019 годах были созданы и развиты основы защиты конкуренции, то есть было создано антимонопольное законодательство, законодательство о государственных закупках, законодательство о государственном оборонном заказе, тарифное законодательство, рекламное законодательство, законодательство о торговле и другое. Также были установлены антимнопольные требования в отраслевом законодательстве, а именно внесены поправки в земельный, водный, лесной, градостроительный кодекс, в электроснабжение и иное законодательство, где предусматривалось в частности по передаче биоресурсов лесных, водных, земельных и других, то есть распределение только через конкурентные процедуры, при этом информация о данном распределении должна быть обязательно размещена в сети интернет на едином общероссийском портале. Также хотелось бы сказать, что мы считаем, что за это время было многое сделано и для поддержки субъектов малого предпринимательства. В частности, был предоставлен доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к государственным закупкам, к закупкам субъектов естественных монополий, госкомпаний, путем внедрения квоты по обязательным закупкам у субъектов малого и среднего бизнеса. Также предоставлен доступ к торгам по реализации государственного и муниципального имущества, доступ на рынок по транспортировке отходов. Также, если мы посмотрим, то мы увидим, что при передаче государственного или муниципального имущества в аренду добросовестным арендаторам субъектам малого и среднего бизнеса договоры продлеваются без проведения торгов. Также в законодательстве закреплен порядок дешевого подключения к сетям для субъектов малого бизнеса. И много других мероприятий существует, которые были направлены именно на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Данная информация размещена в полном объеме на сайте ФАС России и на сайте нашего управления территориального. Кроме того, представители субъектов малого и среднего предпринимательства могут записываться на приемы к руководству управления, где, по сути, могут получить полную информацию, которая касается поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы считаем, что это довольно серьезное достижение службы. И мы не останавливаемся на достигнутом и пытаемся реформировать антимнополимое законодательство для того, чтобы наша экономика только развивалась с помощью развитой конкуренции. Даже в этом коротком ответе видно, какой огромный объем работы государственно важных задач был проделан за этот 15-летний период. Это очень впечатляет, безусловно. Скажите, а вот за 15 лет насколько серьезно произошли изменения в антимонопольном именно законодательстве? Вы уже об этом начали упоминать. Хотелось бы услышать более подробно. В течение 15 лет было принято 4 антимонопольных пакета. То есть это 4 глобальных поправок, которые предусматривал каждый из пакетов. Первый был принят у нас в 2006 году. В 2016 году был принят уже 4 антимонопольный пакет. И это неудивительно, поскольку сфера деятельности антимонопольных органов довольно обширна. Мы, соответственно, осуществляем контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на товарных и финансовых рынках. Осуществляем пресечение антиконкурентных соглашений и незаконных действий хозяйствующих субъектов, субъектов естественных монополий и органов власти. Соответственно, также осуществляем контроль и за соблюдением закона о контрактной системе, закона о торговле. В связи с тем, что рынки Российской Федерации развиваются и постоянно требуют каких-то новых подходов со стороны надзорных органов. В связи с этим, соответственно, правовое управление Центрального аппарата ФАС России следит за изменениями, происходящими в том числе не только в нашей стране, а во всем мире. И разрабатывает законодательство. Но я думаю, что сейчас всем известно, что все-таки мы уходим от таких контрольно-надзорных функций более к превентивному, к предупреждению нарушения антимонопольного законодательства. И можем сказать с уверенностью, что у нас это получается. Очень приятно это слышать. Надеюсь, наши телезрители согласятся с этой оценкой. Татьяна Николаевна, и в средствах массовой информации, и в социальных сетях в последнее время очень часто появляется такой необычный термин, как антимонопольный компла-енц. Правильно я выразил? Компла-енц. Что же это все-таки такое? Разъясните, пожалуйста. Антимонопольный компла-енц – это один из инструментов реализации указа президента Российской Федерации о государственной политике по развитию конкуренции, который принят у нас в декабре 2017 года и направлен на сокращение числа нарушений антимонопольного законодательства органами власти в два раза к 2020 году по сравнению с 2017 годом. По сути, это внутренний контроль в органах власти по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства. Цель внедрения антимонопольного комплайнса – это снижение уровня вероятности риска нарушения антимонопольного законодательства и, как следствие, риска антимонопольных санкций. Соответственно, органу власти в настоящее время необходимо выстраивать свою работу таким образом, чтобы не было антиконкурентных управленческих решений, которые могли бы повлиять негативно на экономические процессы. Для этого органу власти необходимо на высоком уровне знать антимонопольное законодательство и, соответственно, просчитывать риски при осуществлении деятельности по оказанию услуг государственных функций. Антимонопольный комплайнс уже давно внедрен в странах Западной Европы, к примеру, это Франция и Германия. Кроме того, данная система законодательно закреплена и в Казахстане, и внедрение аналогичного института в Россию позволит решить основную задачу, которая стоит перед Федеральной антимонопольной службой России, а это именно предупреждение нарушения антимонопольного законодательства и сокращение числа нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти путем внедрения профилактических мер. Соответственно, для того, чтобы реализовать данную цель, ведомством у нас разработаны методические рекомендации по внедрению антимонопольного комплайнса. Соответственно, можно уже отметить, что органы власти Республики Мордовия уже приняли положение о внутреннем антимонопольном комплайнсе и начали работать в данном направлении. Чтобы было понятно нашим зрителям, что такое все-таки антимонопольный комплайнс, я более простым языком скажу. То есть сейчас в каждом органе исполнительной власти, соответственно, закреплен уполномоченное лицо, которое обязано проводить обучающие мероприятия своих специалистов, направленных именно на повышение знаний антимонопольного законодательства. Поскольку я уже ранее озвучил, что довольно обширный круг контроль со стороны ФАС России и действительно органы власти для того, чтобы снизить все эти риски, возможности нарушения антимонопольного законодательства, в первую очередь нужно его изучить, потому что мы зачастую сталкиваемся с проблемой от нехватки именно профессионалов в данном законодательстве в антимонопольном. По факту антимонопольный комплайнс в первую очередь направлен на повышение уровня грамотности специалистов для того, чтобы в последующем нарушение преощрения государственных функций не наблюдалось. То есть это, прежде всего, профилактическая мера, а не надзирательная мера. Да, абсолютно правильно. Вы правильно совершенно отметили, что экономическая деятельность государства и общества постоянно видоизменяется, развивается, соответственно, должно развиваться и видоизменяться и законодательство. Какие перспективы вы развитите в ближайшей и, может быть, в будущем антимонопольного законодательства? Что нашим гражданам следует ожидать в перспективе? Можете что-то рассказать? Конечно. Во-первых, хотелось бы отметить, российское антимонопольное законодательство признано ОСР соответствующим лучшим мировым практикам. И Россия – это одна из первых стран, которые в настоящее время разрабатывают цифровое антимонопольное законодательство. В настоящее время ФАС России подготовила пятый антимонопольный пакет, посвященный работе в эпоху цифровой экономики. Он сейчас проходит у нас общественные и парламентские слушания, но уже можно говорить о нем вполне открыто. Данный пакет позволит усовершенствовать антимонопольное регулирование в условиях цифровой экономики. В частности, в данном пакете раскрывается определение термином «сетевой эффект», «ценовой алгоритм». Кроме того, в данном пакете будут конкретизированы критерии отнесения к доминирующим субъектам владельцев крупных инфраструктурных платформ, интернет-платформ, которые в настоящее время обладают довольно серьезной рыночной властью. Спасибо. Спасибо. Очень, по-моему, интересную информацию мы получили от вас. Ну и самое главное, есть понимание и уверенность того, что Федеральная антимонопольная служба – это серьезная деятельная организация, которая ставит центральной своей задачей не только защиты законодательства или интересов государства в рыночной экономике, но и прежде всего стремится принести цивилизованные отношения во все те общественные непростые процессы, которые мы сегодня переживаем, в том числе и в экономической сфере. И то, что за 15 лет это достигнуто, это очень серьезный показатель. Поэтому от души в вашем лице поздравляю ваших коллег и всю службу с этой знаменательной юбилейной датой. Хочу пожелать физических успехов и поблагодарить, что вы были сегодня в нашей студии. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. Радуюсь с вами сотрудничать. Спасибо. Это была программа «Гость в студии» на канале НТМ. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова